Дачный сезон не стартовал. Он уже в самом разгаре, говорят продавцы. Некоторые дачники еще в январе скупали семена. Сегодня недостатка в выборе нет, правда, цена на него другая. Семена из Франции и Германии подорожали на 20%. Но некоторые дачники этого не заметили, потому что цена на наши семена выросла на 10%. Эти помидоры вчера были за 17 рублей, а сегодня за 20. Пока в продуктовом магазине цена растет, как на дрожжах, сюда приходит все больше людей. Семена покупают уже не только дачники, но и люди с балконом. 30-40 рублей, 25, вы можете купить себе довольно хорошую плошку микрозелени. Вообще балкон идет круглый год. Наши семена Алтая развиваются. Если они уже вышли на рынок российский, то я думаю, они будут впереди планеты всей в ближайшее время. У главреда Комсомольска Правда в кабинете Рукола. Эта микрозелень борется с вредными микробами, поэтому Ольга охотно подкармливает журналистов. Бешутки говорит, что это и экономия, и даже повод для улыбки. Очень классно, когда у тебя стоит потом на подоконнике вот такой зеленый огородик. Поэтому в ноябре посадили, и вот уже можно спокойно рвать. На самом деле думали, что раньше подрастет. Но у нас был как период, мы сначала посадили семена, потом рассаживали их. Я даже думаю, что потом, когда на улице будет совсем тепло, можно даже пересадить в грунт. А для этого нужен дачный участок. Сейчас для барнаульцев покупка земли – попытка не потерять накопленные деньги. А еще летом отправиться в мини-путешествие, пока границы закрыты. Специалисты говорят, земли даже москвичам хватит. Тенденция следующая. Нам звонят из других регионов, причем центральной России, и хотят купить и земли, и недвижимость в живописных местах Алтайского края, Республики Алтай. В теплых краях России цены сегодня зашкаливают для среднестатистического покупателя. А мы пока еще доступны по цене. 200 тысяч рублей – минимальная цена. Стоимость определяет местоположение. Чем ближе к городу, тем дороже. Сегодня за миллион можно купить участок с домика. За два будет баня и бассейн. Идея уехать и не вернуться становится популярной. Я думаю, что процентов на 30 интерес именно поднялся у наших садоводов, используя участок не просто для души, а для производства продуктов питания и культурного отдыха с проживанием. В этом году урожай в теплицах должен быть раньше. Из-за теплой погоды садоводы уже на участках. Кого-то из них обязательно ждет новый сосед. И, возможно, столичный – из Москвы или Петербурга. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком.